Приветствую, дорогие мои друзья и подписчики. Ну вот вчера еще где-то после обеда пошла интересная такая новость. Меня подписчики написали на канале об этом, но просто-напросто у меня не было там, скажем, времени. И вот только сегодня я решил записать реакцию на этот видос. Василий Ломаченко рассказал, что является его главной мотивацией в бою против Тойфима Лопеса 17 октября. Он сказал, я постоянно чувствую, что мне бросают вызовы. Я не обращаю внимания на Лопеса и хочу завоевать все титулы, стать абсолютным чемпионом мира. У Лопеса в 3-4 раза больше рука, чем у меня. Его бицепсы и трицепсы в 3 раза больше, чем мои. Звание абсолютного чемпиона мира это моя цель, моя мечта. И сейчас я очень близок к ней. Ну, полная блинахинея, я в общем как качок. Что могу сказать? Если, ну, допустим, у Василия Ломаченко объем руки 20 см, такой объем руки где-то у школьника, да, то если у Лопеса в 3 раза больше объема руки, то значит у него должен быть объем бицепса 60 см. Но до такого, до таких объемов не доходил даже пиковый Арнольд Шварценейкер. Да, есть качки, у которых объем бицепса 60 см, вот где-то в этом районе, но это чуваки, которые сидят на стероидах, весят они гораздо больше от Эмфима Лопеса и Василия Ломаченко вместе взятых. Ну и роста они там, соответственно, где-то под 2 метра. А тут вот заявляют такую ахинею, чего он такое вообще говорит, я не понимаю. Это же бред полный. Как у чувака, который чуть больше 60 кг весом, может быть рука 60, или я не знаю, или 70 см. То есть, знаете, есть такая пословица, ребята, у страха глаза велики. Помните? Мне кажется, вот это оно и есть. Но тут даже я хотел не об этом порассуждать, а больше о психологическом состоянии Василия Ломаченко. Я вот почитал комментарии под этим сайтом. Вот, комментарий. Не тратьте Васю силы, спускайся на дно. Другой комментарий. Он уже на дне. Осталось только формальности в виде боя. Третий комментарий. Васек забыл сказать, что и хуй у Лопеса 3 раза больше. Четвертый комментарий. Что, уже готовят отговорочки на случай поражения? Дальше. Гундяю помолись, может у тебя руки отрастут. Ну и так далее и тому подобное. То есть, вы посмотрите, на украинском сайте сплошной хейт украинского бойца. Как, сука, можно умудриться, было вообще, будучи национальным любимцем, таким, ну, Василий Ломаченко самый, естественно, популярный был боец и один из самых популярных спортсменов украинских. Многие годы. Я тоже Василия Ломаченко очень любил, уважал. Но как можно, так, сделать что-то, так себе повести, что даже хотел сказать, обнулил. Да нет, если бы обнулил, это было бы очень классно. Он вогнал в лютые минусы свою, ну, свою популярность, отношение к себе, да. Его сейчас везде на всех сайтах хейтят. И тот, кто напишет что-то за Василия Ломаченко, его люто минусуют. То есть, хейт Василия Ломаченко сейчас в тренде. Это его соотечественники. Такие же одной нации с ним люди его просто люто ненавидят и хейтят. И Василия Ломаченко сказать бы, что он этого всего не видит и не знает. Да если он боевую провинцию с папиком своим смотрит и реагирует на боевую провинцию, то вы думаете, что они не заходят на боксерские сайты украинские, они смотрят? Смотрят. И представьте себе читать вот про себя такую герою. Вот как вот поставьте себя на место Василия Ломаченко. Он лишился самого большего. Он лишился поддержки своих фанатов, своих родных людей, земляков своих. Они его ненавидят, они его не любят. И вместо того, чтобы сдать назад, сказать, ребята, простите, меня затащила эта долбанная секта, меня обманули. Извините, я размещал всякое говно у себя на канале, был обман. Простите меня, дорогие мои. И все бы изменилось. Мы бы все сказали, Вася, кто не ошибается, мы тебя прощаем. Давай, мы будем держать за тебя, Вася, кулаки. Убей этого кондураса, долбаного, блин. И стань абсолютом, привези к нам в страну эти все пояса. Еще раз стань абсолютом, как и твой кум Василил. То есть это усик, да? Но этого не происходит. Он уперся, как баран, он не хочет ничего сделать. И вы посмотрите, какой он был раньше улыбчивый, веселый Ломаченко, да? Как он вообще радовался жизни, какой огонь у него был в глазах, радовался победам. А посмотрите вы на него сейчас просто даже чисто внешне. Посмотрите, какое у него сейчас психологическое состояние у этого чувака. Что он, блядь, несет? У Теофима Лопеса в 3-4 раза больше бицепсов, трицепсов, чем у меня. Ну вот, как говорится, он верит в Бога, да? Вот говорят, что если Бог хочет кого-то наказать, он лишает его разума. Вот реально уже лишил его разума, нагнал на него страх, он сидит и бздит. И в его воображении уже нарисовался какой-то Годзилла, какой-то монстр Кинг-Конг из Гондураса, у которого там в 4-х раз больше, блин, хер и все такое. Ну, короче, вот такое мое мнение, друзья, по этому всему поводу. Пишите, что вы думаете по этому поводу. Не забывайте ставить лайки, друзья, не забывайте подписываться на наш канал. И всего вам, ребята, самого крутизного в этой жизни. Субтитры сделал DimaTorzok